всем привет добро пожаловать на админгайд youtube канал одноименного сайта админгайд.ру сегодня у нас пятое по счету видео из серии настройки контроллера домена linux на самбо 4 с помощью бинд 9 и аэсси дэш сапай сервера и собственно здесь в этом видео мы будем настраивать интеграцию аэсси дэш сапай сервера и дэнс дэна сервера бинд 9 и так мы начнем с того что как обычно авторизуемся на нашем контроллер домена и в первую очередь установим сам аэсси дэш сапай сервер после установки дэш сапай сервера создадим пользователя который будет работать с обновлениями нашей днс зоны с помощью утилита самбо тул потому что это доменный пользователь теперь установим точнее теперь экспортируем данные нашего пользователя файл дальше по юзерке этап с установкой прав и передачи этого файла под управление необходимому сервису теперь самый большой камень преткновения всех мануалов это скрипт который будет обновлять нашу днс зону заранее скажу то что из этого скрипта вырезан функционал обновления птр зоны потому что в малых инсталляциях для малого бизнеса это совершенно не необходимо также это вызывает ошибки временами досадные которые как минимум мозолят глаз и самое главное этот скрипт в 20 ubuntu стал ну не стал 20 ubuntu технологически отличается от 18 точнее 20 ubuntu а самбо в репозиториях 20 ubuntu отличается от самбо в репозиториях 18 ubuntu потому что самбо в 20 ubuntu уже используют для обновления не нс апдейт утилиту а утилиту самбо ту которая и модифицирует наши записи в dlz модуля так вот по крайней мере месяц назад dlz модуль идущий с биндом сильно не сильно был несовместим на уровне версии даже с самбой которая уже появилась в репозиториях 20 ubuntu и попытка инициализировать домен приводила к постоянным багом сервер бинда падал с паникой и попытка размотать логи привела меня тяну через все эти всевозможные отладки к ошибкам уже непосредственно в dlz модуля который нужно компилить из исходников но как как так как данная серия мануалов не подразумевают компиляцию чего-либо из исходников пришлось на время отложить все мануалы по 20 убунте вот после того как мы скопировали и поместили содержимое этого файла мы сохраняем и закрываем файл необходимо установить на него права потому что если очень в процессе вот выполнения всех инструкций начиная самой первой хоть где-то вы накосячите с правами у вас скорее всего не взлетит совершенно ничего теперь бы капим дефолтный конфиг dhcpd и полностью удаляем его содержимое на пустое место вставляем файл из статьи в этом файле вы должны помнить что вот это вот настройки под сеть под точнее под первую под сеть то есть здесь у нас первая под сеть здесь у нас первая под сеть здесь шлюз первой под сети в данном случае антангл здесь имя домена нашего здесь айпи адрес dns сервера айпи адрес нет bios сервера айпи адрес нтп сервера также здесь указывается диапазон который мы настраиваем для выдачи dhcp адресов если у вас отличаются данные как минимум у вас скорее всего будет отличаться имя домена то здесь вы должны указать свои фактические данные если вы настраиваете например контроллер домена для 10 под сети здесь вы везде должны внести соответствующие правки заменив единичку на десятку если у вас dns сервер а соответственно и контроллер домена не на сотом айпи адресе то здесь вам нужно изменить актуализировать этот айпи адрес все остальное это служебная часть не требующая замены сохраняем закрываем теперь идем до настраиваем об армор открываем сам непосредственно об армор и в конец файла добавляем заготовленный пресет сохраняем закрываем дальше нам необходимо период перезапустить об армор и перезапустить dash cp сервер и посмотрим логи dash cp сервер стартовал нормально так давайте посмотрим нашу машину которая сейчас у которой айпи адрес прописать статически а ну очевидно что она пингуется потому что она член домена так а к несчастью виртуальных серверов linux овых меня нету так поставим видео на паузу хотя чё толку ставить толку нету в общем после этого процесса у вас заработает dash cp сервер для эксперимента вы можете поставить линуксовый клиент в котором после того как вы установите перезапустил короче что угодно сделаете если вам нужно перезапустить dash клиент клиент dhcp линуксовый то вам поможет вот эта вот команда своей помощью вы перезапускаете dhcp клиент и в логах сервера смотрите что она отрабатывает без ошибок так наверное все же я прервусь на установку временного сервера чтобы показать как она все должно работать это явно необходимо вернемся на небольшую паузу и так для вас прошла всего секунда а я обнаружил все таки установлены тестовый линуксовый сервер и так давайте смотреть его зовут клиент лин один естественно dhcp сервер уже выдал ему адрес поэтому она пингуется нормально и сейчас там на том клиенте я использую эту команду sudo dhclient r и sudo dhclient перед этим посмотрим здесь логи в логах все чисто все красиво так так на той стороне закончился процесс обновления нашего ip адреса и смотрим что произошло здесь да мы видим что нас заблокировал апармар такого быть не должно для того чтобы точнее если вам не помогает вот этот вот конфиг потому что в зависимости от версий он может отличаться стоит использовать утилиту аа-лог-проф но если попытаться поюзать ее прям сейчас ее как минимум нету но виде подставку нам нужно нужен пакет пармар утилс суда стал а пармар утилс до аа-лог-проф а вот теперь начинаем методично с помощью аа-лог-профа обучать наш апармар суда аа-лог-профа enter она пропарсила наш лог на предмет вот этих вот ошибок нажимаем allow сейф так перезагружаем после этого даешь чтобы сервер хотя это делать необязательно и перезапрашиваем на нашем клиенте снова даешься по сервер смотрим что произошло снова отклонено закрываем и снова аа-лог-проф так ничего не произошло очень странно так а мы забыли перезапустить апармар заново перезапрашиваем и пи адресу дальше цепи сервера смотрим ничего у нас апармар нового не нашел смотрим логи налоги добавились давайте-ка я отредактирую то что добавлял полностью удалив перезапущу на фармар перезапрошу айпи адрес на тестовом сервере посмотрим логи да вот эти вот отказа апармара есть и вот теперь как меня бесит этот звук ай с апармар ничего не возвращаю перезапрашиваем снова пи адрес на удаленном хвосте перезапускаем ах блин нужно было сперва перезапустить апармар снова перезапрашиваем а проверяем лог пров на что-то жалуется или нет снова есть там ошибки то есть каждый раз после того как вы добавляете новое правило что то становится разрешенным процесс продвигается чуть-чуть Дальше натыкается на новое ограничение, мы снова с помощью allocprof его добавляем, iii hello s, снова перезапускаем oparmer, снова перезапрашиваем IP адрес, и теперь давайте посмотрим как у нас выглядят дела в логе, о, вон еще целая тонна ошибок. Снова allocprof iiii s, так, перезапуска пармера, перезапрос dhcp сервера, allow s, так, снова перезапуска пармера, снова запрос адреса, в логе пока смотреть не будем, потому что смысла нету, о, теперь нам логи ничего не показали, ой, влогпров ничего не показал, давайте посмотрим логи. Так, и что мы видим? Так, наверное стоит на весь экран, и вот здесь вот. Так, 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 итак смотрим по времени, 21, 27, 12, вот последний запрос, и начался он. Так, так, вот здесь вот. Первое, это наш клиент отработал команду dhclientr. Пришел запрос на освобождение IP адреса. Подправляется команда delete, 113, MAC адрес, имя. Дальше мы получили тикет, авторизовались в кербересе, отправили в нашу, в наш DLZ модуль команду говорящую, что удалить, когда, где, что, зачем сделать. Все окей, dhcp dns update соседит. Дальше, dhcp release 72.168.11.100. Да, если памяти не изменяет. Да, очень важный момент. У этого сервера два IP адреса, то есть он освободил второй IP адрес, точнее у него два сетевых интерфейса. Дальше, запрос на добавить 1.113. Вот с таким вот MAC адресом, таким вот именем. Все добавили, все круто. Дальше, повторно, второй интерфейс просит добавить на IP адрес, MAC адрес, имя. Все круто. И теперь, что мы имеем. Пинг.аг. Ой, нет. Какой он у нас там? Клиент-лин-1. Пингуется адрес 1.110. Точнее, не так. Клиент-лин-1. Вот. Достаточно важный момент, что когда вы когда dhcp-сервер дергает скрипт, вот этот вот, dhcp, dndns, ничего кого. и дергает его с флагом add. Мы попадаем вот сюда вот. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вот он. Add. Action. Add. Так. И оно обновляет запись, в которой там указано, все данные переданы. И в чем суть? Условно говоря, в данной реализации для dhcp-сервера не важно, сколько интерфейсов у конкретной машины. Один, два или же тысяча. Каждый интерфейс запросит у dhcp-сервера адрес. Сколько раз будет осуществлен запрос этого адреса, столько раз dhcp-сервер отправит в наш dlz-модуль, ну точнее, в скрипт dns-update, столько раз отправит запрос add, который будет каждый раз затирать предыдущие данные по этому хосту. Поэтому независимо от того, сколько бы у вас не было dhcp-интерфейсов, не dhcp-интерфейсов, а сетевых интерфейсов, вы всегда будете видеть один из них только. Так, и давайте заглянем в dns. Вот наш хост, а вот наш клиент. Второй записи здесь нету, несмотря на то, что в теории она должна была бы быть, но не в данной реализации. Если мнение изменяет память, мы можем сделать вот так. Пусть это будет отсюда. Так, дальше, add 192, 168, там пусть будет 100, 123, mac-адрес и имя. Давайте попробуем вот так вот. Enter. Что там у нас произошло в логах, сразу же посмотрим. Нет, оно похоже отсеяло эту запись, этот запрос. Ладно, пусть будет 1123. Снова посмотрим логи. Нет, там, ладно, как-то. Так, суда. Ладно, не помню, но в общем дергать нужно от имени dhcpd, если память не изменяет. И в этом случае вот здесь вот будут появляться новые записи. Сейчас их, конечно, здесь нету, потому что неправильно я дергаю сам файл. Вот. Ну, как-то так. Теперь у вас есть контроллер домена, у которого есть DNS-сервер. Контроллером домена вы можете управлять через оснастки GPO и Active Directory пользователей и группы. DNS-сервером вы можете управлять через оснастку DNS. dhcp-сервером вы управлять не можете в том виде, в котором вы, возможно, к этому привыкли. dhcp-сервер не имеет ГУЯ. Есть отдельные, так сказать, способы приделать к нему веб-интерфейс, типа вебмина. Там будут небольшие проблемки, но худо-бедно вы сможете управлять dhcp-сервером через ГУЯ. Но до того момента единственный ваш способ прописать статическую, ту же самую статический лис, это в текстовичке прямо в конфиге прописывать все это. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, репости, там всякое вот это вот. Спасибо за внимание. До следующих встреч. До свидания.